Всем привет! В общем, в этом видео я хочу сравнить ассортимент и цены на продукты в супермаркетах в Испании, в России, что похоже, что отличается. Первая наша остановочка – это магазин Lidl. Я думаю, многие о нем знают. Он есть практически в каждой стране Европы. И мы идем смотреть. Ну, первое, что мы видим, это такие пирожки. Сегодня у нас скидочки. Такие вот шампиньончики по доступным ценам. Следующая остановочка – это веганский отдел. Раньше он был в другом месте. И его как будто бы с каждым разом становится меньше. Это очень странно. Есть вот такая сметанка. Вообще, в Lidl цены всегда написаны над продуктами. То есть, когда я был первый раз, я все время путался и не понимал, что, сколько стоит. Вот, теперь. То есть, такое вот мясо, фалафель. В основном стоят два. Вообще, в обычных магазинах они стоят от трех евро. Здесь, ну, то есть, здесь довольно-таки самое дешевое. Вот, есть такие вот котлетки. Соевая сметанка. Вот эти, кстати, по акции тоже. Они обычно стоят три. Поэтому я, наверное, возьму. В Lidl очень дешевые сэндвичи. Ну, то есть, такая самая минимальная цена. Я обожаю сэндвичи из Lidl. Так, следующее отличие. В Испании во всех супермаркетах продается очень много пиццы. То есть, как бы в Италии такого вообще нет. Но в Испании вот такой вот огромный выбор. Это еще маленькие. То есть, тут прям целые стенды с пиццей. Вот так вот здесь продают морепродуктики. Сушки. Ну, сушки. Вот это еще самая дешевая цена. Обычно они стоят очень дорого. Вот рыба. В этом месяце какая-то итальянская коллекция. Какой-то делюкс. И тут дохерена всего. Типа тирамисушки, макаруни. Короче, очень много всяких штук. И вот самую главную вещь хочу сказать, что я был практически во всех супермаркетах в Испании. Но здесь вообще нет нигде, знаете, сырков, киндеров, молочных ломтиков. То есть, здесь у них такого вообще нет и не было. И они не знают, что это такое. Поэтому я без этого жить не могу. Я не знаю, что делать. Я нигде не могу найти свои любимые штучки. И это очень печально. Вот, то есть, тут только творожки. И нет ничего похожего на сырки вообще. Пришел что-то новое. Веганские рыбные палочки. Еще здесь есть вот такое вот. Я думаю взять и попробовать. Потому что я такого раньше не ел. И мне кажется, это вкусно. Я надеюсь. Такие еще я две пиццы нашел. Тоже довольно-таки доступная цена. И прикольные вкусы. Я нашел веганскую лазанью за евро. Я ее тоже беру. Еще один минус спахни в том, что здесь нигде нету бананового и ванильного альпра, который у нас был в России. Это мой самый любимый вкус. И вот здесь такого вообще нет нигде. Максимум кокосовое альпра и так далее. Поэтому очень грустно. Я выбрал электронный чек, но мне все равно напечатали такой чек из перерабатываемой бумаги. У меня вышло на 18 евро. Я взял, получается, веганское мясо, брокколи, сладкое. В общем, очень дешево. По сравнению с другими магазинами, Lidl довольно-таки самый дешевый. То есть за те же продукты в Капрабо я бы, наверное, заплатил евро 25 минимум. Вот. Поэтому вот так получается где-то. Следующая наша остановочка — это магазин Альди, в которой получается тоже довольно-таки дешевый, как Lidl. То есть это два таких дешевых магазина. Я не знаю, наверное, как Ашан или как Светофор. Я даже не знаю, с чем сравнить. Вот. Тут есть Ашан, конечно же, но Ашан здесь, ну, типа, дорогой. То есть смысла ходить в Ашан вообще нет, потому что он намного дороже, чем у нас. Вот. Ну, в общем, я пришел в Альди здесь. Брокколи стоят примерно столько же. Вот. Но в Альди больше зелени. Больше выбора зелени. И я думаю взять какой-нибудь салат. Хотя вот за 0.69 нормальный, но вот за евро уже довольно-таки дорого, потому что во многих магазинах я находил дешевле евро, а здесь все в среднем от евро. Пока здесь у нас получаются такие вот штучки. Тоже веганские фалафели, но примерно стоит столько же. Такая веганская курочка. Вау. Короче, все то же самое в скудном, в скудном выборе. Я впервые нашел что-то похожее на молочные ломтики и, короче, шок. Такое вот еще есть. Такую сумяку я купил. В общем, Альди получается то же самое, что и Лидл. Просто где-то есть какие-то продукты, где-то что-то дешевле, где-то что-то дороже. Но суть одна и ассортимент, в принципе, один. Хотя, опять же, у Лидла есть веганская линия, которая, кстати, например, в каждых странах разные продукции. То есть в Италии там есть веганская лазанья в Лидле, здесь какие-то свои штуки. Но вот в данном магазине очень мало веганского и еще могут сюда. Я уже хожу три месяца сюда и каждый раз что-то новое, что-то убирают, что-то добавляют. Поэтому такое дело опыта. Вообще сегодня очень-очень красивая осень и уже где-то середина ноября. И вот такое у нас бывает в сентябре-котябре. Короче, я скучал по осени и я прям очень рад таким цветам и краскам. Приятно. Следующая остановочка это вот... У меня упала еда. Короче, следующая остановочка это Карфур. Я думаю, о нем многие знают. Он тоже есть во всех европейских странах, даже в Грузии. Кстати, бесплатные шкафчики. Видимо, магазин новый, поэтому сейчас будем смотреть. Я обожаю Карфур. Надеюсь, здесь он тоже прикольный. Суши в Карфуре, конечно, стоят намного дороже, потому что... В Лиделе они, по-моему, были за три, за четыре. А тут за три вот такое вот говно. Там было десять штук. Короче, тут суши, конечно, такие себе. Не дешевые. Поке, по-моему, десять евро. Я брал за три евро. Я такое брал за три евро. Это просто жесть. Покали здесь стоит ровно такую же сумму. То есть у них, видимо, какие-то продукты стоят одинаково. А если только не по скидке. Вот. Кажется, тут есть хорошие огурцы. Таких, кстати, я еще не видел у клажанчиков, кабачков. Вот. Сыр я не показывал. Сыр в среднем три, четыре, пять. Все зависит от какого вида. Ну, то есть, в принципе, как бы недорогой у нас. Мне кажется, намного дороже. Тут можно и пармезан купить за евро, за два. Кусмяк Моздама за три евро стоит. То есть, как бы везде можно найти все, что хочешь по скидону. Вот. А вот такого я еще не видел. Ну, вот видите, в среднем, то есть, в Карфуре, в обычных таких магазинах, котлеты стоят там три минимум. Вот. А в Лидли и Вальде два даже дешевле. Хотя, по сути, как бы состав одно и то же. Я не знаю, я все не пробовал, но вот фалафель тоже тут дороже стоит. То есть, такие котлетки лучше покупать, конечно, в более дешевых магазинах. Я нашел дешевые сливки. Буду пробовать, потому что мне нужны небольшие и дешевые. Есть даже рисовые. Мало еще про крупы, соответственно, как бы гречка есть только в специальном веганском магазине. То зеленое, которое надо жарить. Вот. Поэтому и скруп здесь как-то так. Получается. Вот. Огромные пачки стоят тешево. То есть, они большие и довольно-таки недорогие. Вот я вам говорил про целый такой огромный, типа, отдел спинцей. Вот. Я нашел свою любимую фасоль, потому что в обычных испанских магазинах не продают. Продают фасоль в банках стеклянных. А вот тут вот... Конечно, я видел за евро. Вот. Ну, как-то так. Еще хочу заметить, отметить тот факт, что здесь очень много еды в банках. То есть, практически все консервы вот в таких стеклянных банках, а не в консервах. Даже есть сосиски там были. Короче, вот так вот устроено. И Carrefour, наверное, единственный магазин, в котором можно найти больше разнообразия, потому что это, как бы, сам Carrefour выпускает. Вот такие вот, ну, обычные, как бы, грибы. Карфурские, вот. Но здесь, конечно, в основном, в Испании почему-то любят все в банках хранить. Вот. Не знаю, в чем разница. Если знаете, напишите. Вдруг. Ну, и, конечно, вот такой тунец. Есть, кстати, даже со скидкой хорошие. Вот. Вообще, у них тупые скидки. Ты берешь один по цене трех, и второй берешь за, типа, за один. Ну, типа, ты покупаешь больше, чем надо. Это такая ловка. У них мало скидок, чтобы ты брал, типа, два по цене одного или два. Короче, очень странно. Следующая остановочка – это вот Mercadona. Получается, наша пятерочка или наш перекресток, я не знаю. Или Dixie, короче. Кстати, в той же Mercadona хлопья немножко дешевле. Вот. Вот это звучит очень кайфово. Кайфово. И кайфово. Так что испанцы вместо сарков развлекаются такими вот всякими штучками. Вот. Еще, кстати, вот что-то похоже на наши розовесные конфетки. Вот. У них какие-то большие конфетки. И такие всякие штучки есть. Таких тортов, кстати, огромных. Я еще не видел ни в одном супермаркете. Тут есть еще такой вот трэш. Такие пирожочки. Не знаю. Вот заморозка у нас, конечно, стоит дешево. Вот такие вот цены на всякие брокколи, капусточки. То есть свежие будет купить дешевле, чем вот такие вот замороженные. За 2 евро можно купить такую огромную банку мороженого. Вот. Есть даже за 1.75 6 штучек, короче. Меркадони дешевле салат. Я брал свой за 1.60. Здесь вот типа за... Можно меньше, чем за евро взять обычный айсберг. За евро... Ну, короче, в Меркадони все-таки как-то салатами немножко дешевле. Хоть не насильно, но заметно. Еще в Испании очень много продают всяких готовых супов. Такие вот всякие гороховые основы для супа. Вот. Тоже, ну, как консервные баночки. Вот что по готовой еде. Можно купить кусок пиццы. Ну, не маленький. Она выглядит очень прикольно. За 1.50. Вот такие всякие омлетики есть. Ризотто. Ну, паста за 4 такая, конечно, я думаю, недешево. Есть салат Цезарь. Ой. Оливьену, мне кажется, его очень страшно есть. Им может стошнить. Потому что они такого не сделают, конечно, как у нас. Вон он, оливьешка. Есть еще такие вот готовые штучки. Всякие боллы. Но непонятно, сколько стоят. Это есть суши. Суши все-таки самые дешевые в Lidl. Вот тут. Ну, хотя за 6 можно взять суши вместе с чукой. Вот. Выглядит тоже прикольно. Но если бы она стоила чуть дешевле, я думаю, было бы здорово. Там я видел, сколько там было за 3... За 4 евро было 10 штук. Вот. Поэтому не знаю. Здесь еще есть прикольные разные лазаньи. Вот. Типа вот это все. С разным вкусом. Короче, очень классно. Выглядят прикольно. И, ну, относительно недорого. Супчики. Вот. Вот это самые дешевые сливки соевые за евро, которые я видел. Поэтому в следующий раз буду брать их. Очень классно. Еще очень удобно в Бракадоне. Вот такая прикольная. Типа там есть микроволновка. Короче, можешь купить лазаньи или что-то еще. И прям тут поесть. Идем в Капрабо. В общем, Капрабо это как наш перекресток. Бананы здесь очень дорогие за 3 евро. Хотя в обычных магазинах они всегда дешевле. Что еще вам показать? Для любителей каштанов такие каштанчики. Обычно здесь бывают часто акции. Можно взять манго за 2 евро. 2 манго или 2 килограмма. Короче, очень дешево бывает. Авокадо, конечно, такое себе по цене. Но бывает дешевле. В общем, по поводу соков. Я любитель соков. Но выбор здесь не очень большой. То есть всего лишь 2 фирмы, которые их выпускают. Практически вот. И ну типа 2-3 евро. За такой вот литровый сок, конечно, много. Поэтому мы часто берем за такую вот сумму. Несколько пачек. Ну это реально самое дешевое, что есть. И ну типа, мне кажется, дороговато для... Очень много авикра. И обычно я покупал такие-то йогурты. То есть тут сколько штук? Получается 12. Точнее 10 штук. И ну типа за евро 30, за 2. Но они ужасные. Они с водой внутри, короче. Вроде натуральные. Но по консистенции какие-то не очень приятные. Пасты тут мало. И борилы практически нет. Это тоже очень странно. В Италии я, по себе, на полке просто борил. А здесь вообще нет очень. Короче, выбор такой. Помните, мы с вами были в других магазах. Так вот, там типа хлопец стоили в среднем от 1 до 2, 3. Здесь самые дешевые 2. Вот, 2, 3. Короче, тут тоже какая-то такая наценочка на всякие сюрилы. А вот моя любимая мороженая. Но она тоже такого как бы не дешевого удовольствия. Вот, еще у них на мороженых такие штучки как будто и украдут. Вообще, в Капрабо нету очень многих базовых каких-то продуктов, которые есть в других магазах. Поэтому я его не очень люблю, потому что тут всегда дорого. Ну, типа, дороже те же продукты стоят дороже, чем в других магазинах. Намного. Вот, и типа, а ты ходишь сюда, потому что он находится рядом с домом. Да, здесь очень любят спаржу. Маринованную. В общем, я только вышел с магаза. У меня, типа, проверили пакет. Точнее, мой тоут впервые. Я ей показываю. Она такая, как, вроде, пошире, короче. Жесть какая-то. Типа, при том, что у меня тоут такой, типа, пустой, закрытый. И вообще, первый раз со мной такое случается когда-либо. Поэтому, как бы, не советую вам Капрабо. Точнее, Капрабо хороший магазин. Только когда там есть какие-то скидки на определенные продукты. Но, не знаю, я его не люблю. И, типа, в других магазах намного лучше. Вот.